Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Полтора года назад мне понравился парень. Понравился издалека, я знала личину. Выстрелила себе в голове его образ и влюбилась в него. Несколько месяцев назад я узнала его настоящего и разочаровалась. Было сложно понять, что мой образ в голове и он настоящий, это разные люди. Но я, кажется, уже поняла это. Хоть сначала я и отрицала, как-то не могла с этим смириться. Недавно мы встретились, был сухой диалог, но это выбило меня искать. Или и после разочарования я снова влюбилась. Несколько дней я была на сильных эмоциях. Постоянно взяла сообщение от него, но его не было. А то я встретил случайно на улице. Мне стало плевать, какой у него сложный характер, что мы не подходим друг другу, что я не буду с ним счастлива. Мне понадобилось время, чтобы снова зазнать это. Сейчас я, как мне кажется, смирилась, снова разлюбила его. Но появилась проблема, боюсь снова встретить его. Я иду по улице и трясусь, потому что могу в любое время по дороге встретить его. Если мне на встречу идет человек, и мне кажется, что это он в глазах темнеет, ноги рук и не случается, и меня начинает трясти. Эта трясучка прямо не нормальная, неконтролируемая. Я сама понимаю это, но если раньше меня трясло только тогда, когда я думаю, что он идет мне на встречу, то сейчас меня трясет сразу после выхода на улицу. Я не хочу видеть его, я хочу запереться дома, чтобы не выходить на улицу и случайно не встретиться с ним. Или хочу, чтобы он уехал в другой город и навсегда исчез из моей жизни. При этом, как мне кажется, я уже не влюблен, но я перестал начать о нем, а о нашем будущем. Но почему человек продолжает вызывать такие эмоции и переживания? Как справиться со своей трясучкой? Мне помнится, я отвечал на какой-то такой подробный вопрос некоторое время назад. Не знаю, не знаю. Слушали ли вы мой ответ или нет? Совершенно точно, что никакой обратной связи в данном случае не было. Обратная связь могла бы многие вещи, конечно, прояснить. Хотя, может быть и была, я просто не запомнил. В любом случае, то, что вы описываете, это продолжение. Это продолжение вашей истории, это продолжение вашей ситуации. Вот. Как мне, по крайней мере, показалось. И, соответственно, что здесь происходит. Ну, во-первых, вы молодец в смысле того, что движетесь в сторону какого-то понимания, в сторону осознавания, в сторону разграничения того, что является иллюзией, а что нет. В этом плане вы, конечно, большая молодец. Я думаю, что, поскольку у вас хорошо работает голова в этом смысле, то я думаю, что трясучка со временем, как вот вы ее называете, то есть она имеет все шансы на то, чтобы уйти и вас беспокоить перестать. Но, безусловно, есть несколько моментов, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. Первый момент касается того, что совершенно очевидно для меня, по крайней мере, тенденция к обесцениванию своей жизни, вот, к тенденцию снижения интереса к ней, вот, совершенно для меня очевидным является факт того, что как-то вот, как-то вот, вы, как-то вот, вы имеете в виду, что вы, как-то, вы, в меньшей степени, интересуетесь своей жизнью. Своей жизнью, вот, совершенно очевидным для меня является факт того, что как-то вот больше вас интересует, например, молодой человек. Совершенно для меня очевидным является то, что вас интересует какая-то вот, ну, знаете, возможно, жизнь, то есть вот будущее, вот, то есть, ну вот, то есть, вопрос, ну, будущего. А с человеком, да, получается, волнует вас в большей степени, чем ваша собственная жизнь. И это, на мой взгляд, весьма тревожный, тревожный фактор. Из этого можно сделать такое предположение, что вы тяготеете очень сильно к отношениям, к созданию семьи. Вот, что говорит о том, что свою собственную ценность и свои собственные желания, свои собственные стремления тенденции вы обесцениваете, не рассматривая себя как, например, ну, скажем, самостоятельную единицу, да? Вот, то есть нет ничего плохого в том, чтобы хотеть, допустим, семью, да? Нет, абсолютно в этом ничего дурного, вот, но проблематика, на мой взгляд, заключается в том, что вы, вероятно, вот, как-то, кроме этого, да? Вероятно, ничем не интересуетесь. По крайней мере, такое впечатление складывается, если говорить о вашем тексте, вот. То есть вам больше нужно уделять внимание себе, вот, и больше внимания нужно уделять тому, что вы хотите от жизни, то есть собственного роста, развития пути, пути по жизни, вот. Как мне кажется, по крайней мере, в данном случае, вот. Это первый момент, да? То есть, еще раз, я не призываю отказываться от, там, грубо говоря, ну, от поиска отношений, да? Я не призываю вас отказываться от, там, ну, того, чтобы, например, влюбляться в кого-то, да? Я не призываю вас ни к чему, ни к чему этому, а совершенно. То есть, моя цель, она здесь другая. Моя цель, она, включается в том, чтобы вы как-то, вот, постарались увидеть больше, именно, себя, именно, вот, свою собственную ценность. Вот. Потому что, по-другому, вам будет довольно сложно, скажем так, простраивать отношения. Это необходимо учитывать. Дальше. Трясучка. Трясучка, о которой вы так много достаточно говорите. Значит, трясучка связана с тем состоянием, которое вы испытываете, рядом с человеком, вот, то есть, взаимодействие, ну, взаимодействие с человеком, да? Трясучка приводит к тому, что вы испытываете определённое состояние. Это определённое состояние, оно связано с вашей потребностью какой-то, с вашими желаниями какими-то. И, в общем-то, причиняет вам боль. Совсем не просто так и совсем не на равном месте. А именно, вот, боль здесь связана конкретно с тем, что вы чувствуете, ну, своего рода пространство. То есть, невозможность для себя реализовать то, чего вам хочется. Невозможность это сделать быстро. Всё. И всё. Это... Это... Очень важный момент. Когда человек не может реализовать что-то быстро, если он к этому стремится, если он... к этому тяготеет, то как раз-таки болезненные ощущения возникают. Страх, вот этот цел. Здесь в купе добавляется ещё и такая тенденция, значит, как, ну, достижение чего-то. То есть, столь мощная идеализация, о которой вы пишете, невозможна без присутствия. Ну, стремление без присутствия желания достижения чего-то. То есть, вот вы хотите именно что достичь чего-то. Для себя. В этом. И... Для вас это важно. То есть, ну, 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 ну вот, нужно, нужно понимать, что вам это важно. Нужно понимать, что как-то вот вы этого хотите. Вот. И... Хотите... Ну, довольно сильно хотите. Вы этого. И... Соответственно, вот отсюда... Отсюда такой, значит, эм... Скажем так, эм... Страх. Эм... Значит, с этим, ну, как-то вот, эм... Столкнуться. Вот. Потому что есть ощущение, да, есть идея какая-то, что... там, грубо говоря, не получится, что вы не сможете, что... будут какие-то, ну, значит, ну, будут какие-то, эм... препятствия. Вот. Эм... Сыр. А сыр как раз... Эм... Испытывайте подобное состояние. Вот. Эм... Что нужно... Делать? Что можно... Что нужно делать и что можно сделать? Ну, я бы сказал, эм... Эм... Для начала... Я бы сказал, для начала... Эм... 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 Что вам нужно... Прожить... Эм... Ваши... Эм... Эм... Чувства. Вот. Прожить... Эм... То, что вы хотите. Вот. Эм... Чтобы, ну, понять хотя бы, вот, что вам... Эм... Нужно, да, в чем вы нуждаетесь. Эм... Эм... Чего вы... Собственно говоря, хотите. Эм... 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 Ну, даст вам... Возм... Возм... Возможность... Эм... Лучше себя... Узнать. Вот. Эм... 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 С одной стороны, вы снижаете, таким образом, свою зависимость от человека, а с другой стороны, вы лучше узнаете себя и, соответственно, понимаете, куда хотите идти вы. Как бы не зависит от того, что делают другие люди, в данном случае, вот, не зависит от того, что делает мужчина, вот. Здесь важно, именно поэтому здесь важно обращать самое пристальное внимание на элементы идеализации. То есть на то, как конкретно я человека идеализировал, каким я его представлял, потому что это всё происходит не случайно. Вот. То есть у этого всего есть основа. Вот такая вот работа вам предстоит сделать, такую работу вам предстоит сделать. И, соответственно, наверное, я уже об этом говорил, в данном случае могу повторять ещё раз, что лучше это делать с психологом, вот, а не одной. Есть у меня такое, знаете, предозрение, вот, честно вам скажу. Есть у меня такое предозрение, что вы, возможно, несколько, вы знаете как, смакуете то, что с вами происходит. Если это так, то прекратить эту тему, то есть, ну, начать от неё отходить, да, начать как-то вот с ней что-то делать, вам будет сложно. То есть, вот, предупрещаю вас об этом, что, ну, тяжело вам это будет делать, очень тяжело вам это будет делать. Поэтому старайтесь отслеживать то, как вы воспринимаете себя в этой ситуации. И то, как вы воспринимаете, ну, вот, например, мужчину, да, как вы воспринимаете, например, свои отношения, вот. Отслеживайте и старайтесь увидеть, когда вам, например, ну, захочется обратно опять, допустим, к этой теме вернуться. Если вы будете к себе внимательно, если вы будете к себе сутки, то у вас получится отследить Эппроспект. Вас получится отследить, когда вы начнёте снова, значит, ну, в эту тему уходить. Вот. И сможете понять, при каком вот своём состоянии вы туда уходите. То есть, что это за состояние? Да? Какого рода это состояние? Вот. То есть, вы сможете увидеть это. Вы сможете заметить этот момент. И опять же, сможете в этом смысле себя узнать получше. В этом смысле вы сможете преследовать несколько лучше то, чего вы хотите. Вот. И, значит, получите для себя ещё больше, значит, ну, ещё больше знаний о себе. Вот. Я бы так вам мог бы ответить сейчас, значит, с точки зрения психологии и с точки зрения психотерапии. Вот. Само собой, что возможны нюансы, возможны разные ситуации. Вот. И поэтому необходимо всё подробно достаточно рассматривать. Вот. Я бы так вот вам на это ответил сейчас. Вот. Поэтому каких-то выводов на данный момент, делать я бы не стал. Вот. Потому что слишком много переменных. Вот. Ну, как мне кажется. Вот основной, ну, основную, основную массу, основную информацию, основную картинку я вам более чем предоставил. Вот. Дальше, теперь, вы можете сами делать выводы. Вы можете сами выбрать, чего вы хотите. Вот. Ну, повторюсь, что лучшим решением было бы это обратиться к специалисту для того, чтобы получить решение своих проблем своих сложностей. Вот. С которыми вы столкнулись. Потому что самостоятельно вы с этим справитесь на вряд ли. Вот. Вот. Плюс ко всему есть вероятность того, что вы сможете вот себе навредить ещё. Вот. То есть мне кажется, что вы уже сейчас следите, да. То есть вы, ну, по сути, вот доводите себя до такого состояния. Состояние, ну, во-первых, до тревожного состояния, когда вы испытываете тревогу, боитесь очень сильно. Вот. С одной стороны. Вы доводите себя до тревожного состояния. С другой стороны. Ну, вы себе вот, как бы, хотите верьте, хотите нет, но вы себе не помогаете. Вот. Ну, к сожалению, вы себе не помогаете. От слова никак. Ну, вот. Ну, и, соответственно, возникает вопрос, да, в таком случае, а что вы делаете? Вот. Поэтому имеет, имеет большое значение выбор специалиста и обращение к нему. Вот. На этом всё. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. Удачи. Удачи. Продолжение следует...